Добрый день, дорогие друзья! Несмотря на все перипетии нынешнего тяжелого 21 века, жизнь продолжается. Как вы можете видеть, у нас в гостях наш друг, батюшка, отец Олег. Я всем говорю, что с 2004 года член нашей белорусской общины, еще даже раньше, чем я, он пришел в нашу общину, будучи строителем нашего покрова Никольского храма. О своих новых книгах, о своих новых достижениях, о своих новых наградах, медалях он расскажет все сам подробно. Ну, а в двух словах я хотел бы вам объявить, что наша выставка, наша в смысле белорусская выставка, которая показывает достижения белорусского балета, продолжение советского балета, балет перед планетой всей, так что нам есть чем гордиться. Вы можете все познакомиться внимательно с фотографиями, там есть... Там есть книга отзывов, ссылающие могут не торопясь оставить свои отзывы, там есть подробное описание каждой фотографии, постановщик, участник, кто изображен на фото, так что можно не только посмотреть фотографии, но и знать историю балета, историю белорусского театра. Для начала, как было сказано в анонсе, я хочу выполнить почетное поручение главного редактора газеты «Обзор». Как вы знаете, в течение полугода периодически выходили статьи о достижениях людей, как можно сказать, не выскочих пожилого возраста, но вот конкурс был объявлен для людей старше 50-ти. Я очень рад, горжусь тем, что подавляющее большинство – это жители города Лайпиды, кто приняли участие. Конечно, это благодаря заслуге Ирине Беляевой, которая, к сожалению, не смогла присутствовать. Она тоже получает из главного редактора газеты «Обзор» почетный приз – перо, который я ей передам. А вот, как мы сочетали уже в газете, на сайте, из всех участников отмечены особенно два победителя приз – это капитан дальнего платья Александр Ромашкин, я хочу пригласить сюда, и Вера Васильева. Вера Васильева. Есть? Представитель. Да. Помимо диплома, Вера Васильева. Пожалуйста, диплом. Пожалуйста. Пожалуйста, пускай. АПЛОДИСМЕНТЫ Два, даже два приза от редакции. Еще чуть-чуть. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще мне допислило, что вручили, призы получили наш дистриторского адресата. Так что, как вы знаете, была большая выставка по результатам, можно сказать, этой публикации в нашем похово-непольском храме. И также, не в таком большом объеме, но где-то осенью, в сентябре, в октябре будет выставка профессионального фрегата «Меркурий». Это, в первую очередь, приглашается члены Белорусской общины, потому что капитан фрегата «Меркурий-Беларусь» – Казахский. И вот Александр имеет очень много материалов о жизни, деятельности этого заслуженного человека. Будем ждать нового. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Я рад, что оценили мой труд хромный. Это больше хобби. «Меркурий-Брик». И, кто интересуется, конечно, прошу посидеть следующую выставку, когда состоится. Спасибо. А Вера Васильева отсутствует, да? Ну, я не знаю, кто может передать. Или меня пока побудут. Или Центринг Культур. Так как же вот диплом победителя. И вот аналогично призы. Ну, и дипломы участников. Я хочу пригласить представителя в открытой школы Патрово-Никольского храма города Клайпиды. Тоже получить вот такой диплом. Александр Тригородцев. У него даже два диплома. Ну, резко начал. И как участник, и как автор статьи. Так, дерзать. Дальше. Артура Савиченко. Спасибо. 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 Ангелина Лаксионова. Также я хочу передать диплом по поручению Людмилы Стрелик, руководителя клуба «Голубок и Нейтролейбус». Ричард Стрелик. У него там не было статьи фамилии. Ричард, как автор трубок, если я не ошибаюсь. Да, вот его тоже диплом. Спасибо. Мария Калида. Не пришла. Жанна Беспалова. Жанночка, еще, еще минутку, можно? Спасибо. Светлана Васечкина. Я не вижу. Наталья Ромайская. Наталья Ромайская. И так быстро. Спасибо. Ирина Винниченко. Я не вижу. Ирина Беляева. Татьяна Тимоной Тени. Нет. Ну вот, значит, эти дипломы будут переданы победителям в следующем нашем мероприятии. Ну, а сейчас я хочу предоставить слово автору книг батюшке Олегу. Добрый вечер. Мне очень приятно приехать в Калайпиду, потому что здесь я служил 7 лет. Кстати, здесь фотографии в этих книжечках. Это море Калайпидское, Геруляево. Вот это «Calming the storm». Это перевели мою книгу. Соответственно, писатели на английский. Есть по-русски «Укращение Бори», но, к сожалению, уже книжки разошлись эти. Есть на английском. Тоже море Геруляевское. Однажды я весной приехал, пришел после службы к морю погулять и смотрю «Лебеди». А когда я ходил в фотостудио в Минске, у меня был профессиональный учитель, вот он говорил «Куда идешь, бери с собой всегда автопарад». Закон подлости. Не возьмешь, говорит, будут очень хорошие кадры. Я с тех пор его всегда беру с собой. Вот смотрю «Лебеди». Я еще тогда фотографировал пленкой, пленочной. Тридцать третий кадр, этот самый удачный. А потом уже дома я посмотрел, что в море плавало двенадцать лебедей, да, Христос двенадцать учеников, а в небе тринадцать чаек. Такая немножко, сказать можно, мистическая такая фотография. Ну и, конечно же, я использовал здесь «Укращение Бори», об этом стихе в Евангелии «Как Христос украсил Борю». Это уже я сам выпуск совершивляю в этом году. Что спасет мир? Здесь сто страниц стихов и сто рассказов. В том числе есть рассказы о Литве. События происходили, например, как открывали памятник в Пагигае воинам, кто был в Пагигае. Уже некоторых нет уже в их. Тогда Бразаускас, премьер Литвы, бывший президент приезжал на открытие я освещал этот памятник. Тоже вспоминаю об этом. Есть рассказ, называется «Еще раз о войне». А это фото в Геруля. Я проезжал мимо Клайпеды, думаю, ну как? Думаю, надо заехать к морю. Вот на закат посмотреть, вот немножко. И увидел такой закат. Все небо было в тучах, и маленькая дырочка такая вот здесь вот, и солнце, и смотрит как глаз, как будто Божий глаз смотрит. Я это все зафиксировал. Но наш Господь послал мне этот закат для книги, для обложки. Есть стихотворение об этом, что спасет мир. Здесь вопрос, а с другой стороны ответ. Ответ – место, где родился Христос. Ну вот я немножечко вам почитаю из этой книжечки. А это вот азбуку я написал в прошлом году. Здесь четверостишия про каждую букву, и слова на нее, и про каждое слово еще четверостишия. Такая получилась азбука. Я получил за нее гран-при, написавали Пушкина, 220 лет в России. Вот, тоже предлагаю. Писал ее 10 месяцев. Я включаю компьютер, у меня большой монитор дома. Вот пришел с храма, так, у меня уже на экране эти буквочки, какие слова на эти буквочки. Пришел, чаю попил, пошел на кухню, пришел опять, ушел там на отпевание, опять вернулся, так, на чем я остановился. Так вот 10 месяцев. С утра до вечера был откручен монитор, я так потихонечку, потихонечку, почти растишую, так за 10 месяцев сделал. Бывают некоторые стихотворения раз, и за вечер сделал небольшое. А самое большое стихотворение, которое я писал в Думу портрета Николая II, я писал ее 17 лет. В 1999 году начал, и в 2016 году закончил. Вот написал, потом остановился, ну что сказать, что сказать об этом, ему отложил. Потом опять возвращался, и так вот, уже приближается 100-летие начала революции, думаю, нужно закончить про Николая II. Подошел святой угол, у меня есть иконочка, она богослова, который привез Патмоса с острова, где он был в ссылке. Блиан Богослов, ну разумите, я Господь открывал больше всех тайны, ну помоги мне уже, закончи про Николая II, надо его прославить уже. Все. И знаете, какое-то чудо, я пришел, сел, никаких мыслей у меня не было, взял компьютер, клавиатуру, и начал писать, появились мысли, и так пока до конца не дописал. Вот интересно такое было чудо маленькое. Ну вот, сейчас немножко вам прочитаю самое первое стихотворение, которое же как бы и ответ одновременно, и вводит как бы во все это, все эти мысли духовные. В яслях, в яслях безмерная любовь, родился нерожденный Бог, ко встрече сердца приготов вместить божественный чертог. Объять любовью всех людей, пришел как равным в плоти сей, как друг и брат, и наш отец, духовный пастырь, нас овец. Он руки тянет к нам с тобой, чтобы вместе быть одной судьбой, от чрева матери своей до тех последних наших дней. Вошел в великий Ордан, грехи омытых принял сам, приняв творению послужить, грехи людей к кресту прибить. С любовью сделал все за нас, как воин, раб и божий глаз, познания эти нам важны, достойны быть любви должны. Ну и, конечно же, самое главное сотворение, которое стало символом этой книги, что спасет мир. Очень часто в обществе рассуждают люди на эту тему. Любовь спасет, красота, что еще? Ну вот и я решил порассуждать на эту тему. Мы очень часто рассуждаем, что может этот мир спасти. Абстрактно, умно утверждаем, чтоб красотою зло снести. Любовь, возможно, мир спасает, но что имеем мы в виду? Любовь плотскую мир венчает, ей упиваясь на беду. Забыв о том, кто мир сей создал, ищи законы в нем снуют, и люди сердцем темным, костным, в страстях, утехах в нем живут. Но, несмотря на все на это, Господь жалеет всех людей, желает всем души рассвета измениться поскорее. Прогоним слепоту и негу, от сна забвенного восстанем, немая истине и небу, и точки все над «и» расставим. Как мать печется о младенце, так Бог заботится о всех и кормит, поет, одевает, рукою крепко и держит век. Но удивиться кто-то скажет, я сам себя всегда кормлю, если утром я не встану, кто принесет тогда еду? Конечно, правильно, разумно, но гляни скорее вокруг, на мир сей создан и премудро, отсюда все берем, мой друг. Каким ты, Бога, представляешь? Во что бы верить ты хотел? Сам возлегаешь на диване, а он к прислуге прилетел. Бокал вина? А может, пиво? Жаркое лобстеров принес, а ты жуешь и пьешь лениво, и указания раздаешь. И все по телику болеешь, возьмем, к примеру, за Спартак, и глазом свой гарем лелеешь, и возглашаешь, верю так. Увы, ленивый Бог не любит, и даже праотец Адам, живя в раю, был трудолюбец, и Бог Отец трудился сам. В Святом Писании читаем, шесть дней трудился наш Творец, Прекрасный мир всей создавая. В седьмой почил, одел Отец. Скажи-ка, разве ведь не чудо, что утром солнышко встает? Признайся, наша ли тут заслуга? Конечно, Бог дары дает. Но разве вечером не славно? На небе месяц или луна? И звезды росыпью хрустальной так украшают небеса. Земля растит для нас пшеницу, Свеклы, капусты, урожай, Напоят дожди к нам землицу, Наполнит реки, океан. А там полно различной рыбы, Дары морские, чудеса. А раскопать земные глыбы, Металлы в ней и бирюза, Алмазы, нефть, дары от Бога. И глаз, и газ, и мрамор, и цемент. Люби, живи, трудись немного, И помни вечности завет. Но не живется нам спокойно, И мира страсти не дают, Не жить с гордынью свободно, Покуда цепи не спадут. Отсюда ненависть и злоба, Отсюда зависть, клевета И ненасытная утроба. Все алчат с ночи до утра, Рождая войны, смерть, разруху, И вдовьи слезы, как река. Но их не слышат толстосумы, Чужая им легка беда. Вот потому и рассуждаю, К чему клоню и говорю, Христос лишь мир спасет, я знаю, Его лишь в гимнах воспою. Я убежден, что все воспрянет, Кур мир услышит зов Христа, И жить по заповедям станет, Повсюду кончится беда. Но спросят, как это случится, Как это вдруг произойдет? Давайте в Бозе жить, учиться, С любовью все произрастет. Отец семьи блудить не станет, И будет муж одной жены Не пить, не драться, не тиранить, Хранитель мира и семьи. А мама кроткой голубицей, Живя для мужа и детей, Взирая с острую зеницей, С любовью мудрой своей. И люди с добротой простою Друг другу станут вдруг служить, Не станет в мире место горю, Все страны тихо смогут жить. Конец войне, конец разбоям, Завет любви, завет Христа Для всех божественным законам Предстанет сразу на века. Сады начнут цвести на радость И простокам, и мудрецам. Вернутся может рай и сладость, То, что завещано отцам. Услышьте, люди, голос вечный, Вы сына Божьего Христа. Примите зов его бессмертный, И в нем воскреснет все тогда. Убраво! Ну, еще такой, теперь маленький рассказик Я вам прочитаю. Для детей, для всей семьи. Называется «Непка». Что такое «Непка»? Наверное, каждый в детстве, Помните, когда мы были маленькие, Если вдруг садилась к нам божья коровка, Мы говорили стишки. Кто говорил? Божья коровка, полети на небка, Там твои детки кушают котлетки. Да? Конфетки. Там у нас были котлетки. Кому что не хватало? Вот про это рассказик, такой маленький, Для детей, такой о Боге. «Непка». Теплое июльское утро. Небольшая деревенская церквушка, Где-то наполовину заполнена народом. Двухстворчатые двери храма, Открытый настежь. Молодая женщина вышла из храма, С годовалым младенцем, Который все время плачет, И стала прохаживаться с ним, По церковному двору. Из храма отчетливо доносится Церковное пение хора, Которому вторит веселый птичий хор, Состоящий из воробьев, Синиц, жаворонков и скворцов. Время от времени слышны Звонкие возласы священника, На которые откликается Душка соловей, Звучащий где-то за храмом у озера. От этого кажется, Что рядом совершаются две службы. Одна батюшки со своим хором в храме, А другая соловья птичьего священника, За своим птичьим хором в природном храме. Из храма вышел семилетний отрок Владимир И уселся на небольшую лавочку У дверей прямо на крыльце. Здесь справа и слева от двери Расположены лавочки. Вслед за ним вышла его бабушка Ольга И села рядом с ним. Мальчик повернулся и увидел, Как по спинке сиденья Ползет божья коровка. Он поставил пальчик, И она тут же заползла ему на руку. «Бабушка, смотри, божья коровка!» Произнес он. Бабушка посмотрела молча. «Да и что тут скажешь? Внука ей привезли из города на две недели. Там-то ему погулять негде. Он же в природу видит только своих смартфонов Да гаджетах. А тут живая природа, Луг, лес, сад. И поэтому любопытству мальчика нет конца. Бабушка, а ты знаешь, Что если загадать желание, И после этого божья коровка полетит вверх на небо, Желание исполнится». «У меня, Володенька, одно желание», Заговорила полушепотом баба Оля, «чтоб мы с тобой сейчас пошли в храм, Простояли всю службу до конца, На одном месте, И причастились в честь твоего дня ангела, Князя Владимира. Ты уже третий раз выбегаешь». В ответ Володя начал произносить заученный стишок, Обращенный божьей коровке. «Божья коровка, полети на небко, Там твои детки кушают котлетки, Всем по одной, тебе не одной». И тут, как по заказу, Божья коровка расправила крылышки И поднялась в воздух над крыльцом, А затем она влетела в открытые двери храма. Мальчик удивленно последовал за ней. Он пробрался к ступенькам, Идущим к селье, Последнее пространство перед алтарем, Потому что божья коровка, Сделав несколько кругов над головами молящихся, Прямиком полетела в алтарь И села на престол, У которого молился батюшка. Затем она проползла к краю престола справа, Спазла немного по покрывалу, Которая свисала, И замерла. А батюшка, слегка повернув голову, Все это время наблюдал За передвижением божьей коровки. Всю службу Володя простоял Впереди всех на одном месте, Наблюдая, что будет делать божья коровка дальше. Но она оставалась неподвижной. Володя с бабушкой Олей причастили, Служба закончилась, Батюшка закрыл алтарь, Они вышли из храма, Они спеша шли домой. И тут именинник не выдержал И спросил. Бабушка, А почему божья коровка полетела Не на небо, А к батюшке на престол? А разве ты не знаешь, Что алтарь и престол Это самое, что ни на есть, И есть небо? Бабушка и внук все больше Удалялись от храма, А внук, то и дело, Время от времени Оглядывался в сторону храма, Надеясь, Вдруг божья коровка Обратно к нему прилетит, Или еще что-нибудь Необычное там случится. Маленькая экскурсия. Теперь музыкальная часть. Сразу представлю Двух музыкантов-виртуозов. Авгат-гитара, Гинтерас, Скрипач. АПЛОДИСМЕНТЫ Энергия. Всем привет. Песенка посвящена. 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 Закрыто клеть для прочих лиц, Поет лишь Богу тот артист. Владыка мира мой творец, Поет себе твой Богождец, Живой водою напоит, И двери сердца утворит. И сердце гусли открывая, И струны чувства задевая, Он в Божьей памятью горит, Молитва чистой ум пленит. Владыка мира мой творец, Поет себе твой Богождец, Живой водою напоит, И двери сердца утворит. Живёт певец мне в мире всем, Хотя порою виден всем, Он мира царства гражданин, И над собою Господин. Владыка мира мой творец, Поет себе твой Богождец, Живой водою напоит, И двери сердца утворит. Субтитры создавал DimaTorzok Сидит священник заключённый, В стенах телесных закачённых, Закрыта хреть для прочих лиц, Поет лишь Богу тот артист, Владыка мира мой творец, Поет себе твой Богождец, Живой водою напоит, И двери сердца утворит. Живой водою напоит, И двери сердца утворит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сладкою молитвой щебетал Дворцу, Дивным переливом славил красоту, Славил недоживших до весны победной В воинах лежащих у камней под вербой. Пел соловей о радостях земли, Пел соловей о счастье и любви, Пел соловей о родине своей, Пел соловей о тишине полей. Вдруг однажды люди злые подошли, Дерево срубили, их огнем сожгли, Камни своротили, бросили в реку, Береги стоптались, принесли беду. Пел соловей о радостях земли, Пел соловей о счастье и любви, Пел соловей о родине своей, Пел соловей о тишине полей. Речка небольшая зашумела морем, Берег затопила, расквитала с горем, Вдоволь напоила вербные ростки, Вновь вернулись кони птичьи голоски. Пел соловей о радостях земли, Пел соловей о счастье и любви, Пел соловей о родине своей, Пел соловей о тишине полей. Люди, берегите песню соловья, Воинов могилы помните всегда, Пусть поет соловушка с ночи до рассвета, Песня соловья восьмое чудо смета. Пел соловей о радостях земли, Пел соловей о счастье и любви, Пел соловей о родине своей, Пел соловей о тишине полей. 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 Многие славяне, многие славяне, христиане вспоминают о Святой Руси, мечтают о том, что вернулись какие-то старые времена, где была святая Русь православная, как греки мечтают о Византии и возвращении. В данном мы слышали, что собор византийский, главный, в кафедральном Катинополе сделали мечетью. Вот такая песня называется «Мама Византия, дочь Святая Русь». Уж весна настала, Звон колоколов В храме разыгрался Сей пасхальный зов Мама Византия, Дочь Святая Русь По осколкам веры Я домой вернусь Мама Византия, Дочь Святая Русь В вере наша сила В вере наша суть Пробуди от спячки всех своих сынов Мама Византия, В коих живых доблесть В вере и любовь Мама Византия, Дочь Святая Русь По осколкам веры Я домой вернусь Я домой вернусь Мама Византия, Дочь Святая Русь В вере наша сила, В вере наша суть Мама Византия, И сердца воскликнут Мама Византия, Мама Византия, Русь Святая Мила, В вере наша сила, Мама Византия, Дочь Святая Русь По осколкам веры Я домой вернусь Мама Византия, Дочь Святая Русь В вере наша сила, В вере наша суть Как орел под крылья Соберет птенцов Сам Христос Спаситель В чат своих под кровь Мама Византия, Дочь Святая Русь По осколкам веры Я домой вернусь Мама Византия, Дочь Святая Русь В вере наша сила, В вере наша суть Царство Византии И России вновь Из легенд воскреснов Возводя сиснов Мама Византия, Дочь Святая Русь По осколкам веры Я домой вернусь Мама Византия, Дочь Святая Русь В вере наша сила, В вере наша суть Мама Византия, В вере наша сила, В вере наша сила, В вере наша сила, Все знают, Что в этом году был юбилей Победы 75 лет И в декабре В прошлом году Был юбилей Георгиевской ленты 250 лет Уважаем Был юбилей Был юбилей Георгиевской латы Солом Клубе Именно Дочень Чем Солом Клубе Помоги У могилы стою без ногу лвна, Здесь солдаты спят достойно. Бой последний в их судьбе, Бой бесстрашный дар земле. Как бесценна тишина Вашей смертью гордана. Я пришел, чтоб вам сказать Дню Победы семьдесят пять. Лента славы, дым и пламя, Вся земля поют, как знамя. Пахнет смертью жгучий порох, Все тела лежат как ворох. Как бесценна тишина Вашей смертью гордана. Я пришел, чтоб вам сказать Дню Победы семьдесят пять. Лента памяти награда, Стяхоругов и отрада. Снею деды, нам победы Приносили духом веры. Как бесценна тишина Вашей смертью гордана. Я пришел, чтоб вам сказать Дню Победы семьдесят пять. Мы сего дня, как в бою, Честью солнцем смели Вас пятнать. На победу посягать, На победу посягать. Как бесценна тишина Вашей смертью гордана. Я пришел, чтоб вам сказать Дню Победы двести пятьдесят. Я пришел, чтоб вам сказать Дню Победы двести пятьдесят. Победы двести пятьдесят. раз уж не тут собралось много белорусов не можем песни беларусь моя стороночка город мать и моя беларусь подожди подожди ранеце встану я ше до святанья о монах тушки а будь зять мяне зорка под мир гне на развитание восемь бадёрым пойду поросень выйду простись а в ружовом ускоде краем родимым я кимга наруся бачить я ходить полей карагоди любая мать и моя беларусь складно в сукенцы я на васильковой жид ним полетку одевшись махры тут господы не снуе паспеховой поле бульбяным складае бурты золотом кости прямая стои песни опальеться водою кренечной су маму небе окнуть журжавы выйду Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и на прощание Такая песня с пожеланием С пожеланием для всех Называется «Жить с добром» Спешите жить не торопясь Момент сегодняшний цените Жизнь коротка И помолясь Лишь в вере истине служите Любить спешите не пьянясь Корабль орифы не сгубите С улыбкой Лишь их не скупясь С любовью словом одарите И не жалея лишь себя Не отдаваясь рабство телу Но лишь для ближнего Живя Служа С добром Святому делу Добро вернется с большей силой Примчится словно бумеранг Подарит золотою Жилой Оно бесценный бриллиант Душа Дороже всех сокровищ Важнее меди умобил При жизни Сделать бы На совесть Все то Чему Господь учил И с легким сердцем мир покинуть Когда наступит наш черед Добро поможет Зло не зринуть И в небо Богу унесет Спешите Жить не торопясь Момент сегодняшний Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если не в силах развеят тоску Осенью мягкой, осенью тихой Выйди скорей к моему роднику Осенью мягкой, осенью тихой Выйди скорей к моему роднику За родником белых храм Кладбище старое Этот забытый край Грусть нам оставила Если глаза затуманились влагой Из родника поплещи на глаза Можешь поплакать, спокойно поплакать Кто разберет, где вода, где слеза Можешь поплакать, спокойно поплакать Кто разберет, где вода, где слеза За родником белых храм Кладбище старое Этот забытый край Русь нам оставила Видишь, вон там журавли пролетели У горизонта растаял их крик А если ты болен Прикован к постели Пусть тебе снится целебный родник А если ты болен Прикован к постели Пусть тебе снится целебный родник За родником белых рам, Кладбище старое, Этот забытый край в клопеде Русь нам оставила. Русь не оставила. Я думаю о том, как все таки бывает, что человек на самом деле богом поцелованный, прекрасный музыкант, писатель, поэт. И я подумала, отец Олег, что на самом деле, и это, наверное, будут подсказки почетному курсу в Беларуси, в Кладбище. Наверное, это будет подсказка, мы можем вообще пойти дальше, организовать более такой масштабный творческий вечер отца Олега. Потому что, может быть, не все знают, что помимо уже перечисленных его талантов, он прекрасный фотофудозник. И наша дружба начиналась как раз с поездок отца Олега со школьниками, кладбинскими, на съемки православных кровотных войск. Из этого всего, из этих поездок, из этой дружбы, получилась замечательная выставка. Это не единственная выставка, которая есть. И я думаю, что у вас юбилей никакого не будет. Убилей, когда он был. Так вот, давайте в селете сделаем самый настоящий творческий вечер с показом прекрасных ваших фотоработок. И к тому времени вам у нас и запас новых песен, хотя мы старые еще на вами не надоели. Спасибо большое вам. На сегодняшний день, на самом деле, такой вечер был, я думаю, все согласятся, такое вдохновение души. Такой сложный момент, который сегодня мы переживаем, не будем о грустном. Спасибо вам большое от всех нас. Спасибо. Ну, я хотел сделать анонс, что здесь вот у нас есть книги, которые были представлены. И, как сказать, за пожертвование у нас, вот, Елена Ивановна. Батюшка, можно вас? Уважаемый Батюшка Олег, так жалко, что вы забрались в Хауляй. Чтобы вы вас позерцали не только по оснарению к радости, а почаще. От всей души поздравляем вас с юбилеем, с таким красивым, слабым, замечательным ваше жизни. И желаем вам многое и благая лето. А это вас. Спасибо. 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 Ну, еще поклонники, пожалуйста. Книги покупайте, пожалуйста. Вот здесь, вот здесь. Не, 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 вот здесь нет, не будет пятен.